Добрый вечер! 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 нашу встречу с ваших вопросов. Добрый вечер, Мурат Аширович. Я студентка четвертого курса Института математики и механики Ефрема Елизавета. У меня к вам следующий вопрос. Как вы пришли в педагогику и почему вы решили заниматься ею именно в США? Чем качественно отличается педагогика в США от педагогики в России? Спасибо большое. В одном вопросе три. Я в педагогику сначала не хотел идти, признаюсь честно, потому что в школе у меня интересы были в физике, в математике. И я участвовал в конференциях на уровне школы, на уровне города, даже на уровне республики. Был интерес немножко к английскому языку, признаюсь. И я занимался еще легкой атлетикой. Во времена, когда я был в школе, это в советское время, у нас проводились всесоюзные спартакиады школьников. И вот я поехал на эту спартакиаду, как сейчас помню, после окончания школы. она была во Львове. И это было летом. И я даже подумал, что после этой спартакиады я, наверное, сдам экзамены в один из вузов на Украине и останусь там уже по вот либо математической специальности, либо физико-математической. Но мне пришлось вернуться, я родом из Туркменистана, и поступить в местный педагогический институт по специальности математика и учитель математики квалификация на выходе была. Потом у меня было большое желание пойти в аспирантуру. И оба моих родителей, мама и папа, они были педагогами, они выписывали учительскую газету, и я в учительской газете просматривал набор в аспирантуру, но получилось так, что после года работы и в то время, вот, может быть, коллеги меня поправят, мне казалось, что было очень мало мест в аспирантуру, и поступить в аспирантуру было очень сложно. И где-то я нашел объявление о приеме в аспирантуру в Казани, в научно-исследовательский институт профессионально-технической педагогики. Я подал документы, меня приняли, и вот потихонечку, потихонечку, я как бы начал входить в проблематику педагогическую. Когда я защитил кандидатскую и докторскую диссертации, я защитил обе диссертации в Казанском педагогическом университете государственном, то перед отъездом в Штаты у меня была возможность по программе Фулбрайта побыть в университете Кейс Уэстерн в Кливленде. Мне показалось, что я нахожу вот в этой проблематике какие-то моменты, которые заинтересовали моих коллег, с которыми я познакомился. И в 98-м году я уехал из России, поработал в университете Огайо полтора года, и уже 18 лет я работаю в Техасском университете. И не потому, что вот у вас в вопросе прозвучало, почему я решил заняться педагогикой в Соединенных Штатах. Я ее начал заниматься уже здесь, в России, и обе диссертации у меня были по педагогике на материале математики. А в Соединенных Штатах у меня появилась возможность как-то вот продолжить свои исследования. И уже как-то перейти на уровень каких-то прикладных исследований, о которых я могу поговорить более детально. Третья часть вопроса вашего. Вы спросили, отличается ли педагогика в Штатах от педагогики в России. Это очень интересный вопрос, потому что когда я начал свою работу в Техасском университете, это был 2000 год, для многих моих коллег понятие педагогики было еще новым на кафедре. Не говоря уже о том, что понятие дидактики воспринималось как… Ну, коннотация была немножко негативная. И до сих пор, допустим, мои коллеги используют дидактику в тех случаях, когда хотят сказать, что это teacher-centric instruction, то есть обучение, в центре которого преподавать. И вот потихоньку за последние, может быть, 15 лет понимание педагогики, по крайней мере, я сужу по моим коллегам, по публикациям, оно в Соединенных Штатах достаточно узкое. Вот под педагогикой чаще всего подразумевают систему методов, систему оценки, некоторые элементы проектирования программ. В то время как наше традиционное понимание педагогики, вы, наверное, знаете, мы разделяем ее на теорию воспитания и дидактику, да, теорию обучения. Поэтому иногда приходится вот с коллегами как бы уточнять понятия, и вот это уточнение понятия, оно как-то влияет еще на то, как они воспринимают соответствующие исследования, допустим, в дидактике. К нам приезжают коллеги из Европы, и когда они говорят о теории дидактики, о каких-то конкретных вопросах дидактики, для них это новое. И вот какое-то привыкание к языку и привыкание к тому, что дидактика понимается как теория обучения в Европе, оно потихонечку приходит сейчас в Соединенные Штаты. Я все-таки надеюсь, что вот так же, как понадобилось лет, ну, наверное, 10-12, чтобы мы на кафедре все как-то утрясли понимание педагогики, но я всегда при возможности говорю все-таки понимание педагогики в Соединенных Штатах очень узко. Теория воспитания вообще выносится за рамки педагогики, и чаще всего теория воспитания идет как отдельная дисциплина moral development, которая вот дословно можно перевести как развитие каких-то моральных качеств. То есть приходится иногда вроде говорим на одном и том же языке, на английском, но приходится все-таки уточнять понятия. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, Мурат Аширович. Здравствуйте. Я студентка третьего курса Института математики и механики при КФУ, и у меня есть такой вопрос. Вот какие аргументы вы можете привести в доказательство тезиса, что в России математика это интеллектуальный бренд? А, ну мы переходим непосредственно к теме, да? Да, да. Вы знаете, я, наверное, первый, чтобы мы четко обозначили границы нашей дискуссии. Вы знаете, я не претендую на какую-то формальную заявку о том, что математика это интеллектуальный бренд России, но я заметил в последнее время использование термина бренд идет, памятник Калашникову открыли и говорят уже о культурном бренде, да? Хотя три года или четыре года назад я математики в школе, в журнале, который, наверное, некоторым из вас известен, опубликовал статью как раз примерно по таким названиям, что математика это бренд России и как его сохранить. Но мои представления об этом и мои рассуждения, они более носят личностный характер. Посмотрите, что произошло. Наверное, первая история это история с моей дочкой. Когда мы переехали в Штаты, она закончила здесь девятую школу, она закончила шестой класс, мы уехали, и она просто для того, чтобы немножко как бы войти в программу, мы ее поместили в шестой класс американской школы. Какое-то время ей было тяжело, она привыкала, и каждый переезд, особенно вот этот переезд в другую страну, для ребенка очень важно было иметь друзей, этот момент социализации, он очень важен, да? И она брела подружек именно через математику, потому что ей казалось, что математика там легкая. Домашние задания она успевала выполнять на желтом автобусе по дороге из школы домой, а здесь мы на домашние задания теряли где-то час-полтора, и вот ее подружки видят, что девочка продвинута в математике, и вот у нее появилась одна подружка, вторая подружка, третья, и момент социализации как бы у нее восстановился естественным образом через математику. И она удивлялась, говорит, пап, а почему она такая здесь легкая? На самом деле, когда вы смотрите программу, сравните программу математики школьной нашей, российской и американской, то наша программа как минимум на год, на два, если не на три, опережает американскую. И поэтому нашему, допустим, шестикласснику он легко бы мог, я вот без, наверное, хотя это личное мнение, он бы легко мог учиться в восьмом классе американской школы, если не в девятом. Это вот первый момент. Второй момент, связан с моим личным опытом, он произошел чуть попозже, ко мне приехал в гости мой приятель из Казани, Вахид Шарипов, он, кстати говоря, обладатель хрустального пера, сейчас он на пенсии, но пишет, пишет очень хлестко. И я предложил ему поехать, поскольку Эль-Пасо, где я живу и работаю, находится на границе с Мексикой, и он говорит, ну, я приехал к тебе, и чтобы убить двух зайцев одним выстрелом, свози меня в Мексику, да. Мы поехали вдоль границы, нашли участок границы, где можно было ее пешком перейти, и на той стороне границы был магазин сувениров и ресторан мексиканской кухни. Вот мы пришли и сели, официантка подходит, услышал разговор, и первый вопрос, который она задала, откуда вы будете? Ну, Вахид говорит, из России. Она очень по-доброму на испанском сказала, о, Руссия, то есть не потому, что она хотела нас поприветствовать, а мне показалось, что она искренне пыталась выразить свое отношение к России, да, и я хотел бы сказать, что в Латинской Америке к России к россиянам относится очень даже хорошо. Но вторая фраза, я не обратил на нее внимания, обратил на нее Вахид, она после фразы о Руси сказала, в России сильная математика, она не знала, что я математик, совершенно, она просто вот нас увидела, подошла нас обслуживать, и Вахид обращается ко мне и говорит, ты слышишь, что она сказала? Я говорю, ну, в России сильная математика. Она же говорит, в одном предложении, не зная, что ты математик, она выдала то, что она думает о математике, как о каком-то знаке. Я не буду говорить, товарный знак, да? И потом мы с Вахидом поговорили, я говорю, да, вот когда человек совершенно в ситуации такой, ведь это захолустный городок, захолустный мексиканский ресторан, Мария, у которой, может быть, и не было это образование, она работала официанткой, потом узнали ее имя, и она выдала вот что-то такое, что для нее очень важно по России. Мне кажется, что большое видится на расстоянии, и вот, допустим, я, как, скажем, не чистый математик, но как специалист в области математического образования, я чувствую к себе уважение. Вот такое же уважение, но немножко другого свойства, которое испытала моя дочка, когда она делала домашние задания. Мне кажется, еще есть момент, связанный с тем, что мы можем все-таки посмотреть исторически, посмотрите, что происходит. После подписания указа о создании Санкт-Петербургской академии Петром I, что произошло? Были приглашены видные ученые из Европы, приехали братья Бернули. Вы знаете, я должен немножко насыщать свой организм влагой, потому что сейчас по времени Эль-Паса утра я нахожусь в таком джетлаге, и джетлаг, небольшое отступление, оказывается внесен в список болезней. Я вот до последней Нобелевской премии по медицине и физиологии не знал, что это болезнь. Оказывается, биологически сэр работает таким образом, что человек, который оказывается в состоянии джетлага, он больной, то есть это состояние болезни. Поэтому мне посоветовали быть на свежем воздухе почаще, принимать мелатонин и побольше пить жидкости. Вернемся к истории. И большую часть своего времени братья вернули, пригласили Эйлера, и он практически до конца жизни проработал в России и сделал свои фундаментальные открытия в России. То был там промежуток времени, когда период регенства, не только академия, дела в России были очень шаткие, академия практически перестала финансироваться, и Эйлер решил, в это время была позиция директора департамента математики, он опять уехал в Германию, и когда уже пришла на трон Екатерина II, она решила вызвать графа Францова и спросить, как дела в академии. Я историю рассказываю в таком вольном варианте. Францов доложил, сказал про Эйлера, что он уехал, на что Екатерина II говорит, а почему он уехал? Вернуть. Свяжитесь с ним, узнайте условия, и верните Эйлера в Россию. Вот эта государственная воля, она, конечно, определяет многое, не только политика, но и воля принимать решения. Францов связался с Эйлером, Эйлер назвал свои условия, помимо финансовых и прочих. Она говорит, вы сможете с казной покрыть его требования? Францов говорит, естественно, нет, нету в казне в академии этих денег. Хорошо, доплатите, выплатите ему, что можете, я доплачу, но Эйлер должен быть в России. И ее фраза, которая до сих пор может коллеги мне помогут, я хочу, чтобы моя академия возродилась из пепла. Так ведь она сказала? примерно так? Потом что происходит? Это XVIII век, и Эйлер, конечно, сделал очень много для математики, для того, чтобы пробудить интересы каким-то образом. И следом мы идем дальше. XIX век, два крупнейших мы с вами как раз в преддверии форума, посвященного 225-летию Николаевича Лобачевского, открытия Лобачевского. Это потрясающее и достаточно серьезное открытие, которое потрясло тем, что наконец-то стали серьезно обращать внимание Россия стала потихонечку входить в ранг стран, которые действительно серьезно занимаются математикой. Чебушев, Пафнутий, Львович, его теория больших тисел. Переходим в XX век. Плеяда математиков мирового уровня, Калмогоров, Гельфанд, Новиков, А когда уже появились медали, допустим, медаль Филдса, за последние лет 30-40 у нас достаточное количество молодых, потому что медаль Филдса выдается математикам в возрасте до 40 лет. Так? И если мне память не изменяет, Новиков, Гринфельд, дальше Концевич, Воеводский Владимир, который, к сожалению, его не стало буквально неделю или две тому назад, в очень раннем возрасте ушел, работал в Штатах в 51 год. Окуньков, Перельман, посмотрите, допустим, на премию Абеля, Громов, Сина. Опять-таки, вот я к тому, что наряду с моими личностными впечатлениями, есть еще вот такой задел, который, наверное, заставляет людей думать, а математика действительно сильна в России, и она как бы, вот, мне бы хотелось, чтобы вот это не растерялось, и я, может быть, вернусь к тому, что, допустим, тот же Акуньков и тот же Смирнов, последний медалист Филдс, они ведь работают не в России сейчас, они работают в Европе, в Штатах, вот не растерять бы нам этот бренд, и может быть, вот уместно было привести слова нового, вновь избранного академика Российской Академии Наук Сергеева, который сказал, суммарный интеллект нации сильно упал, но упал в том смысле, что, наверное, люди уезжают, наверное, здесь есть какие-то проблемы, которые должны решаться с той волей, с которой Екатерина II решила проблему возвращения Эйлера в Россию, ну вот как-то вот так, то есть я бы сказал, что я чувствую, что все-таки вот в том состоянии, в котором находится математика в России, наше математическое образование, оно дает мне лично вот чувство гордости, и в то же время я чувствую отношение моих коллег ко мне, именно потому, что я специалист в области математического образования, я этим горжусь. Спасибо за вопрос. Добрый вечер всем. Мураташ Иерович, скажите, пожалуйста, с какого момента математику начали рассматривать не как царицу наук, а как интеллектуальный бренд? И как вы считаете, вот что послужило, какое событие послужило этому? Спасибо. А это ей не мешает, это то же самое, как иметь олимпийскую медаль золотую и быть чемпионом России, почему бы и нет, быть царицей науки и одновременно, допустим, в моем личном понимании я воспринимаю математику как интеллектуальный бренд России, все-таки две вещи не противоречат друг другу. Спасибо за вопрос. Здравствуйте, Мурат Аширович. Здравствуйте. Я студентка четвертого курса Дементьева Светлана. Хотела бы задать следующий вопрос. Известно, что в 60-е годы был высокий интерес к математике. Как вы думаете, сохранился ли такой же интерес к математике сейчас? В России? Да. Это, наверное, скорее вопрос вот моим коллегам по кафедре вы, наверное, лучше на него бы ответили. Но я согласен, что в 60-е годы этот интерес еще был как бы мы запустили спутник. И этот факт произвел шокирующее влияние на Запад и на американцев в том числе. Они создали комиссию, комиссия расследовала как же так, Советский Союз опередил нас, первый спутник выпущен советами, и они нашли причину в том, что естественно математическое образование в Советском Союзе оказалось, по их мнению, достаточно сильным. Ну, где-то те, кто учился в советское время, я лично с этим согласен, и, конечно, здесь очень мало фактических доказательств, как это доказать, да, вот, как ретроспективно показать, что образование в то время, в советское время было, и интерес, соответственно, к математическому образованию был сильнее, чем сейчас. Есть коллеги, которые, в общем-то, наверное, и они правы, есть коллеги, которые высказываются немножко нейтрально в том плане, что, наверное, нельзя говорить сильнее или слабее, интерес категория индивидуальная, наверное, у меня интерес был очень сильный, потому что я до сих пор вспоминаю, и он был еще мотивирован тем, что, наверное, связь со спутником, с космонавтами, для меня это было очень, события очень такие влияющие на мое восприятие. Я тогда был в школе, и папа всегда, я помню, он говорил, если ты будешь, хочешь быть космонавтом, я говорю, конечно, что он говорит, тогда ты должен обращать внимание серьезной математики, физики, да, то есть вот мой личный интерес, потому что, опять, интерес категория прежде всего индивидуальная, и тем не менее, вот давайте-ка я попробую найти одну табличку, может быть, она как-то поможет расставить какие-то акценты, но вам видно, ведь, да, табличка видна? Вот, но мы будем бегать по выступлению, поэтому мне придется, наверное, вернуться на, вот смотрите, в статье Костенко, динамика качества математического образования «Причина деградации», ну, достаточно такая веская статья, опубликованная в математическом образовании в 2011 году, он приводит таблицу сравнительную результатов школьников по решению задач, которые были предъявлены школьникам в 1949 году, то есть, по сути, после 50 лет уже в Новой России эти же задачи дали решить школьникам пятых-шестых классов по арифметике, ведь текстовая задачка и вычисленный пример, и задачки по алгебре, торжественные преобразования, задачи наставления уравнения, и цифры говорят сами за себя, допустим, верное решение по текстовой задачи по арифметике в 1949 году процент составил 82, в то время как в 1998 всего лишь 44. Вычисленный пример 70-50, торжественные преобразования 75-19, и задачи наставления уравнений 73-27. Ну, здесь можно, конечно, наверное, говорить о разных факторах, но для меня лично вот этот эта табличка была таким, ну, скажем, откровением, потому что я могу опять говорить о своих личных впечатлениях, но вот эта табличка как-то на числах показала, да, наверное, все-таки вот, ну, не в 60-е, мы говорим, даже раньше, 50-е годы ребятки решали те же текстовые задачи и выполняли торжественные преобразования гораздо лучше. Я не знаю, отвечает ли эта табличка на ваш вопрос. Пожалуйста. Добрый вечер, студентка 4-го курса Мартынова Екатерина. У меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, существенны ли различия между математической системой образования Советского Союза и современной России? Спасибо. Ну, вопрос, как бы, в продолжении предыдущего, да? Мне кажется, есть элементы системы, к которым надо очень аккуратно подходить, когда начинаешь что-то менять, да? в современной России один из элементов этой системы это ЕГ, который очень сильно влияет на на те изменения, которые, вот, по крайней мере, я наблюдаю или я слышу в беседах от своих коллег. Система стандартизированного тестирования, которая очень широко распространена в Соединенных Штатах и особенно в Техасе, где я живу и работаю, она, конечно, дает плачевные результаты. И эти результаты настолько плачевны, что я иногда думаю давайте я еще один пример приведу и может быть этот пример как-то расставит поможет мне решить задачу. Решили? А хотите посмотреть решение это моя любимая задачка? Хотите посмотреть решение американских школьников? Не верите? Вот вещественное доказательство. кто-нибудь переведет вот то, что написано экспенененса объяснить свое решение? То есть он получил 130, да, ребенок? Что он сделал? то есть она просто объясняет я сложил 125 овец 5 собак то есть я прибавил 125 плюс 5 получил 130 овец про собак уже забыл и это так и это как я получил мой ответ да вот мы можем смеяться но это же грустно это грустно потому что ребенок второклассник такую простую задачу даже есть термин отторжение смысла да он отторгает смысл он просто смотрит что в этой задаче представлены два числа 125 и 5 и пытается что-то сделать с этими с этими числами вернемся к ЕГЭ наверное вот меня успокаивает коллеги говорят что вот первоначально было три части часть с выбором ответов уже убрали остались две части идет но посмотрите что происходит когда один инструмент один измеритель ставится как бы на пьедестал условно говоря что именно этот измеритель очень важен то что происходит происходит натаскивание на этот измеритель забывается логика предмета забывается последовательность в штатах допустим когда я говорю с учителями как вы готовите особенно весной когда вот наступает сезон тестирование то там забывают о математике вообще значит им сегодня надо порешать одну задачку по геометрии там две задачки по арифметике связи нет логики нет идет натаскивание на вот этот проклятый тест и результат вот он налицо наверное вот когда вы спросили о разнице между математическим образованием математическим образованием советское время и и в россии я вырос на задачах где надо было решать доказывать эти задачи как-то вот я до сих пор вспоминаю что они как-то подбирались таким образом что или по крайней мере решение этих задач потому что оно было многоступенчатое требовало знаний достаточно широкого с круга разделов да математики и как-то вот подготовка шла не просто натаскивание на задачи а мы как-то шли по программе совершенно нормально логично и в итоге обучение не подстраивалось под какой-то тест не подстраивалось под какой-то измеритель я до сих пор помню что в старших классах школы я выписывал журнал математика в школе и там приводились варианты вступительных экзаменов в разные вузы и вот я сам то есть никто меня не натаскивал но я знал что их надо иногда решать чтобы знать вот к чему готовиться да я это начал делать где-то в 9-10 классе перед поступлением вот если вас не убеждает этот пример пример из новой России я этот пример где-то вот нашел в одной интернет-газине что 30% выпускников российских школ не смогли решить простейшую задачу рассчитать платеж за электроэнергию в два действия и вот задача какого будет платеж за электроэнергию если 1 января счетчик показывал 88 742 киловатт-часа а 1 февраля 88 940 киловатт-часов при стоимости 1 киловатт-часа 3 с половиной рубля так вот один из выпускников посчитал что за месяц ему придется заплатить аж 260 тысяч рублей вот это тот же самый феномен отторжения смысла то есть 260 тысяч рублей это же большие деньги неужели вот простой здравый смысл ему не подсказал что ну не может быть так дорого это вот к вопросу о том что изменение одного элемента системы может привести вот к таким плачевным последствиям поэтому я не знаю конечно мои коллеги бы больше вам рассказали об уровне выпускников абитуриентов и так далее но мне видится что вот даже этот момент он не ведет как бы к тому чтобы математическое образование в школах российских ну как бы шло вверх мне бы хотелось чтобы оно шло вверх спасибо за вопрос еще Ермаков Владимир Григорьевич Гомельский университет микрофон пожалуйста в Беларуси ваши работы я читал уже давно микрофон на них ссылаюсь на них ссылаюсь спасибо и задача о пастухе и овцах и много еще а самое главное конечно это заключение о том что тестирование глушит гробит понижает математическое образование в Америке это все как раз печально и это да и это из ваших работ уже известно также из выступления Арнольда академика Арнольда которого уже увы уже нету тоже много известно о том как плохо с дробями у учителей средней школ Америки ну тем более учеников Андрей Таум немало написал что ему приходилось претерпевать когда он работал в университетах из которых его раз за разом выгоняли поскольку он пытался учить складывать дроби со смыслом ему студенты обструкции устраивали но вопрос собственно не об этом это просто признание значит выражение признательности за то что ваши опорные работы позволяли сориентироваться чего делать и чего делать не надо но сейчас хотелось бы узнать вот о чем все-таки в Америку уехало очень много ученых с мировым именем и с уровнем есть ли на ваш взгляд некие кластеры в университетах где работают и ведущие математики и где собираются толковые студенты потому что о печальных вещах мы-то знаем но все-таки что известно о тех местах где как исключение из беды что-нибудь вот об этом или исключений нету на ваш взгляд вот что позитивного все-таки удается заметить в тех университетах где вы трудитесь ну если если можно спасибо за интерес к моим работам я рад что они находят какой-то отклик и вторая часть вопроса на городницкий бард в своей книжке писал что когда он посещал Соединенные Штаты разговор зашел о американских университетах и его коллега сказал вы знаете что такое американские университеты он говорит ну скажи он говорит это то место где российские профессора обучают китайских студентов вы знаете вот с одной стороны я всегда говорю надо различать школьное образование в Соединенных Штатах и высшее образование да проблемы школьного образования печальные и вот один из примеров который я привел вузовское образование высшее образование оно чуть-чуть получше но поскольку студенты идут из школ вот у нас в Техасском университете проблема которую пытаются решить уже вот с того времени как я приехал до сих пор не могут решить выпускники школ при прохождении теста вступительного по математике они отбрасываются назад даже те кто брал допустим курсы у них алгебра 1 алгебра 2 потом pre-calculus то есть до-анализ пред-анализ потом идет анализ и даже те кто брали анализ в школе для них это редкость тем не менее при поступлении они отбрасываются на нашем понятии как бы на подготовительные курсы обратно и таких таких вот у нас где-то процентов 30 студентов абитуриентов иностранные студенты вот китайцы индейцы они более подготовлены даже мексиканцы более подготовлены вот граница рядом и очень много студентов у нас учатся из из Мексики с ними с ними достаточно приятно работать и когда вы спрашиваете о кластерах ну кластеры они случайно могут возникнуть где угодно то есть по счастливой случайности вдруг оказывается группа замечательных студентов и профессора наши ребята которые работают с удовольствием но я работаю на двух кафетрах я работаю на кафетре математики на кафетре подготовки учителей и на кафетре математики она у нас очень интернациональная кафетра то есть рядом со мной коллеги и китайцы и из Европы я очень дружу с хельмутом немец математик с поляком петром и в общем-то они когда мы говорим они вот говорят об этих проблемах но меня поражает то что решить ее вот они решают уже очень долго но решить ее до сих пор не могут и это наверное возвращаясь к тому о чем мы говорили при ответе на предыдущие два вопроса все-таки школьное математическое образование Соединенных Штатов очень очень слабенькое и попытки решить ее сталкиваются в стену вот этого стандартизированного тестирования второй момент который я вижу но стандартизированное тестирование это не просто проблема это какая-то боль моя жена она работает в американской школе она приготовит русский язык и вот по рассказам моей жены я знаю что это такое тестирует начиная с третьего класса но однажды я столкнулся с примером который я до сих пор у меня перед глазами я не помню приехал в школу просто она просила заехать я приехал и увидел девчонку вот стоит девчонка это было весной ну лет 10 и наверное вот класс третий и плачет я естественно у меня первая реакция я говорю что случилось ватсап у нее ручки трясутся и она мне говорит завтра тест я говорю ну и что она говорит я боюсь его провалить ребенок который вот впервые тестировал начинать с третьего класса и дальше четвертый пятый по математике вплоть до десятого класса тестирования и вот возвращаясь к этому результату с этой проблемой о овцах и пустухах я задаюсь вот этим простым вопросом сколько сколько можно терроризировать и студентов и учителей и родителей и когда в итоге получается пшик то наверное давно это следует уже поменять и когда у нас стали водить ЕГЭ моя первая реакция была как раз приезжал московский государственный городской педагогический университет это был я приехал привез студентов в первом году в третьем году и как раз у нас были семинары вот с участием Мартковича который я с удовольствием с ним встречусь был Живдорофеев Атанасян сын Атанасяна и нам ответ на вот тогда сказали как бы семинар был российско-американский и как раз тогда был выступающий и он начал говорить о разработке ЕГЭ пилотаже ЕГЭ и тогда мои студенты учителя говорят а зачем вы это делаете мы уже наплакались мы уже там наплакались зачем вы это делаете но ответ был такой что он не убедил моих ребятишек они всю дорогу обсуждали и говорили не стоит этого делать но наверное где-то есть какие-то решения принимаются немножко не продумав все элементы системы потому что это опять очень важный элемент системы образования и вот как только немножко его начинаешь шевелить то он оказывает влияние на всю систему и наверное вот эти последствия это влияние мы будем ощущать еще долго пожалуйста но ведь на самом деле с ЕГЭ связаны позитивные но если честно говорить была страшная проблема это коррупция в вузах то есть мы по крайней мере ну янмир рада что у нас нет этой проблемы в данный момент то есть есть же позитивные моменты и у нас есть та часть которой нет в Америке у нас есть открытая часть которая все-таки достаточно хорошо дифференцирует детей и все-таки она вдумчивая она качественная достаточно то есть мы же все-таки отличаемся от этой системы она все-таки у вас другая система вот я не знаю первая первая часть вопроса опять-таки я не могу судить но решила ли введение ЕГЭ проблема коррупции решила что вы говорите у нас есть проблемы нет у нас была страшная коррупция мы сами это все она продолжается но только на другом уровне она на уровне учителей школ сейчас идет вот тогда возникает вопрос если ЕГЭ одной из задач ЕГЭ главных задач была борьба с коррупцией и она я так понимаю по аудитории то есть мнения разделились кто-то считает что ЕГЭ решила проблему коррупции кто-то считает что не решила тогда у меня возникает впечатление общее что я нахожусь как бы в таком неведении решила и не решила второй вопрос мне кажется более серьезный потому что да наверное задачи вот категории БЦ да я так понимаю вот я к сожалению не очень хорошо знаю систему задач и ведь дело даже не в этом дело в том что я наверное повторюсь инструмент стандартизированный возведенный в ранг абсолюта оценки превращает обучение в профанацию и я не зря ведь привел тот пример он достаточно кричащий кричащий с точки зрения если допустим он вас не убедил то давайте я покажу вам другую табличку и вот вернемся к нашим овцам да мы сделали с моей магистранткой небольшой эксперимент мы оставили так называемый сценарий short короткий математика это вот ту задачу которую вы видели да и второй сценарий был extended reading развернутое чтение и задача звучала немножко по-другому жил-то был пастух у него было большое стадо в котором послось 125 овец каждое утро пастух водил стадо высоко в горы чтобы овцы могли пощипать сочной травки в округе водились волки поэтому пастуха было пять собак которые помогали ему охранять стадо каждый вечер уставший но довольный пастух возвращался домой потому что его овцы были накормлены и целы и давайте посмотрим на вопрос сколько овец было в стаде куда пастух водил стадо для прокорма кто помогал пастуху охранять стадо и сколько лет пастуху вот во втором сценарии очень важно надо заметить то что была еще установка другая в первом сценарии Вероника ее звали мою магистратку она была учителем начальной школы но для эксперимента она выбрала школы другие вот она приходила и говорила я учитель математики и мы с вами решим математическую задачу раздавала листочки с текстом этой задачи собирала во втором сценарии она приходила и представлялась учителем чтения и говорила я учитель чтения мы сегодня почитаем с вами историю и в конце вы ответите на несколько вопросов ее субъективные впечатления были очень интересными значит в первом сценарии после того как она давала ребяткам листочек листочек с задачкой все утыкались задачку и делали вид что они пыхтят над ней и вот один из вариантов ответов я вам уже показывал во втором случае что произошло во втором случае ребятки начали читать и как только подошли к последнему вопросу они стали ерзать они стали задавать вопросы они стали интересоваться и подзывать ее мисс что вы имеете ввиду и вот вдруг произошел возврат смысла не отторжение а вернулся смысл обратно и когда она собрала данные то получилась очень забавная картинка в эксперименте в ее магистской диссертации принимали участие 572 ученика начальной школы второй класс категория ответов первой а манипуляции с числами мы эту категорию уже видели представленными в условии задачи например 125 плюс 5 минус помножить поделить категория б произвольное число без объяснения и обоснования были такие ответы и мы не знали как их интерпретировать категория c попытка обоснования произвольного ответа например пастух похож на моего деда ему 70 лет ну вот там уже проблеск смысла присутствует да и последние задачи недостаточно данных она не имеет решения но с математической точки зрения такая задача имеет бесчисленное множество решений да потому что условия задачи не завязаны на вопрос и посмотрите расклад по по этим категориям если в сценарии шорт короткий математика 199 вот я красным шрифтом выделил и только два ребенка ответили правильно во втором когда мы помогли ребенку вернуть смысл 97 ребятишек ответили на четвертый вопрос задачи правильно то есть это значит не в ребенке это дело да а в том что вот система и в данном случае мы говорим о системе стандартизированного тестирования влияет на ребенка таким образом что его мышление захлопывается он не думает он теряет смысл и в то же время есть ситуация когда этот смысл можно вернуть да почему я об этом заговорил я как-то отвлекся от второй части вопроса ЕГЭ опять да вот последствия ЕГЭ спасибо за вопрос профессор ястребов Александр Васильевич Ярославль и тоже легкоатлет если мне аудитория позволит задать два вопроса я задам два один за другим если один то один один про Америку другой про нас давайте сначала про нас позволим задать преподаватели и учителя в России живут в очень плохих условиях я не имею ввиду материальных чехарда стандартов компетентностная шизофрения засилие бюрократии и бумаг видно ли этот негатив с запада причем понимаете я спрашиваю не о вас вам видно обычному американскому преподавателю вуза видно или нет преподаватели вуза или учитель школы ну учитель школы преподаватель вуза все равно кому-то видно наши проблемы или нет я уже сказал о том что моя жена работает в школе и конечно проблемы школы многие проблемы школы я узнаю через нее и я еще вижу проблемы американской школы посещая школы да Но по правде сказать, американцы и американские учителя в частности, вы знаете, я не люблю обобщение, но у меня свои субъективные наблюдения, они особенно-то вот другими странами, то, что происходит где-то, если только вдруг что-то не произошло экстраординарное, как вмешать России в выборы, тогда они об этом начинают говорить. А так вот им как-то вот все равно. То есть говорить о том, что знают ли американские учителя о проблемах российских учителей, вот пока их не сведешь лицом к лицу, наверное, они не будут знать. Но у американских учителей, наверное, проблем не меньше. И проблем не меньше вот все то, что вы назвали, там тоже чехада со стандартами, там тоже, допустим, последняя инициатива была Common Core Standards. То есть решили, вы, наверное, знаете, что в Америке в каждом штате есть департамент образования, который определяет политику этого штата в образовании, и эта политика может совершенно быть разной в разных штатах, и стандарты в том числе. И вот Common Core решили, значит, попытаться собрать все штаты, представителей всех штатов, и сделать стандарты, которые были бы едины по стране. Но Техас, он такой крутой, он говорит, мы эти стандарты не выполняем, у нас свои стандарты. И Техас не согласился. Но через какое-то время вот эти стандарты Common Core, они стали как-то вот расшатываться. То один штат вышел из этого соглашения, то другой штат. И вот эта чехарда там тоже присутствует. Более того, стандартизированное тестирование, я привел пример с этой девочкой-третьеклассницей, да. Еще один пример уже, пример учителя. Ароселли. Ей 35 лет. Я ее знаю уже лет, наверное, 6-7, потому что она у меня была в гранте. Преподает математику в среднем звене школы. И вот это давление стандартизированного тестирования довело бедную Ароселли до инсульта. То есть настолько сейчас сложно работать под прессом этого стандартизированного тестирования, что учителя не выдерживают и уходят. Я не знаю, я не хотел бы, допустим, первый вопрос и первая часть, я не знаю, но жизнь учительская, она везде сложная. Может быть, вот говорят, в Финляндии вроде систему построили неплохую. В Штатах учителя, ну им трудно. Если говорить о проблемах, допустим, финансовых, социальных, люди идут в учительскую профессию, потому что там два очень важных момента. Во-первых, социальный лифт работает хорошо, да, и второе, учительская профессия, она стабильная. То есть они идут, но когда они ощущают ее тяжесть, вот как в примере с Ароселли, когда она пришла мне посоветоваться, что делать, я говорю, Ароселли, у тебя трое замечательных детей, тебе еще всего лишь 35 лет. Вот кто бы другой, но я знаю тебя, я ей посоветовал уйти со школы. Вот она открыла свой бизнес по страхованию, и однажды присылает мне электронную записку, они меня называют доктор Тея, потому что им произнести Чушанов очень сложно. А в Штатах не говорят Мурат Аширович, да, говорят доктор Чушанов. Но сложно, потому что там во французской транслитерации первые три согласных, и вот TCH, это их смущает. И она дает мне записку, говорит, доктор Тея, я хочу с вами встретиться и пригласить вас на ланч, и заодно показать офис, где я работаю. И совершенно другой человек, вот человек освободился от этой проблемы, не проблемы школы, не проблемы детей, потому что она говорит, я люблю детей, я люблю преподавать. Но вот стандартизировано тестирование, и вот вся эта чехарда, и бумажная чехарда в том числе довела ее вот до решения покинуть школу. Но я, конечно, приложу руку, и она мне благодарна, что я заветовал это сделать. — И второй вопрос. Значит, я в 96-м году провел семестр в Дейтонском университете в штате Огайо. Естественно, я пытался показать самые лучшие образцы того, как преподают у нас в Ярославле, в частности, как я преподаю. И образцы эти как-то казались, ну, слишком хорошими моим коллегам. Так немножко царапало по сердцу, что в Дикой России, значит, вот такие чудеса вроде как бывают. Вроде видно, что я не вру, но по сердцу царапало. И вот однажды меня пригласил в ресторан старый-престарый преподаватель, который помнил смутно Великую депрессию. Вот он мог себе кое-что позволить, и вот мы с ним сидим один на один в ресторане, и он мне с некоторым раздражением говорит, «Ты знаешь, почему у нас такие слабые программы и слабые студенты?» Я говорю, «Ну, нет, конечно». И он мне сказал, «Из-за черных». Ну, так сказал. В кабаке. Немножко выпили. Ну, вот в кабаке немножко, как бы, объяснять ситуацию. Да, я так и объясняю. Вы можете хотя бы частично с этим мнением согласиться, или оно, в принципе, неправильно? Это российское мнение, оно неправильное. И я бы не стал распространяться на эту тему. Наверное, можно я нибудь отвечать на эту вопрос? Конечно, конечно. Спасибо. Но я не согласен с этим. Добрый вечер. Добрый. Я Салавато Самир Салиховна, стерлитамак, профессор Башкире. Значит, у меня тоже два вопроса. Второй вот возник в связи с… Первый такой. Насколько допускается творчество в профессии учителя? То есть он ограничен вот этой вот технологией урока? Почему этот вопрос задаю? Я не была в Америке, но как-то американцы приезжали к нам в наш стерлитамак и проводили двухнедельные курсы. Оказалось, что эти курсы были по Библии. И мы изучали, значит, Библию по их технологии. Так вот, они, когда проводили занятия, я видела, они ни строчки, не отходят от конспектов, которые им напечатали. И когда мы спрашивали, а возможно, вот такой отход, они сказали нет, ни словом. Но это были представители каких-то частных школ, и поэтому вот возникает вопрос, а вообще, в принципе, допустимо творчество учителя? Или тоже им там дают вот такие вот алгоритмы, жесткие технологии проведения? Это первый вопрос. Если говорить опять о школе... Да, только о школе. И о том прессе, под которым находятся учителя, вот пресс именно с тестированием, с бумажной работой. Конечно, для творчества остается немножко времени, но ведь если человек творческий, он всегда найдет возможность проявить свое творчество. Можно как-то, наверное, говорить о том, что условия не способствуют, да? Если человек творческий, и есть учителя, с которыми я работаю, вот с такой, с творческой жилкой, они всегда что-нибудь придумают, несмотря на то, что они должны готовить детей к тесту и так далее. То есть здесь, конечно, личность учителя играет очень большую роль, его настрой, его вот это творческое начало. Но в то же время, наверное, я в какой-то степени подтверждаю, что вот тот случай с Араселли, когда она мне говорила о том... Я спросил, а почему, почему ты хотела бы уйти, и когда я, ну, вроде как, дал ей свое согласие, она, видимо, рассчитывала на это согласие, что я поддержу ее решение, то одним из факторов было вот именно ограничение, ограничение гибкости или ограничение там, то есть она не могла сделать шаг влево, шаг вправо, потому что assistant principal, или по-нашему зауч, буквально контролировал каждый ее шаг. И такие случаи имеют место быть, но это не означает, что нет случаев, когда творческие учителя все-таки находят возможность строить уроки, вводить элементы, там, допустим, активных методов, и это приветствую. То есть всегда работая с учителями и на курсах по математике, и на курсах по методике, мы всегда подбираем проекты, задачи, и все, как бы, устремления именно на то, чтобы сформировать учителей, вот этот творческий потенциал, творческий подход к делу, радуют те случаи, радуют те моменты, когда им это удается делать. Спасибо. Второй вопрос. Второй вопрос вот связан с ЕГЭС. После введения ЕГЭ, вот я, значит, у нас прям махрово расцвел такой вид деятельности учителей, как репетиторство. Да. Насколько репетиторством, насколько широко занимаются учителя именно, практикующие учителя параллельно занимаются репетиторством по своему предмету? Оно есть, но оно как-то ограничено, мне кажется, рамками, вот, при всем при том вопрос естественный. Есть ли такое сильное давление стандартизированного тестирования, то якобы должно расцветать репетиторство. Но в школах находят другие варианты решения, допустим, у них есть специальные классы по подготовке к тестам, к тестированию. Не говоря о том, что учителя это делают и на своих уроках. Есть отдельное занятие, отдельный урок, где непосредственно занимаются именно подготовкой к тестам. У самих учителей достаточно и других нагрузок. Допустим, многие учителя подрабатывают, допустим, коучами, тренерами. И вот такого увлечения репетиторством, и там какие-то расценки достаточно такие доступные. То есть учителю при его заработной плате и при доработке, допустим, коучем нет необходимости еще дорабатывать, подрабатывать репетиторством. И репетиторством обычно занимаются, допустим, студенты старших курсов, чтобы там подработать. Или создаются какие-то небольшие фирмы. Но вот такого побального ажиотажа и стремления учителей, или, допустим, профессора университетов за редким исключением делают это. За редким. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Здравствуйте, Мараташа Иванович. Здравствуйте. Кэйфар, Камиль, студент четвертого курса. Вы многое сказали про ЕГЭ. А как же развивать мышление у детей, в том числе и математическое, чтобы они могли решать не только стандартные задачи, а более сложного уровня? Хороший вопрос. Я имел огромное удовольствие работать с моим руководителем. Поступив в аспирантуру в 82-м году, он был Мерзавис Малыш Махмутов, академик. Ну, те, кто знает его работы, он один из основоположников теории проблемного обучения. Я писал докторскую под его руководством. И, наверное, вот, когда мы ставим вопрос развития мышления, то классическая теория, которая объясняет процессы мышления, который дает инструментарий для развития мышления, это проблемное обучение. И дальше можно говорить о проектах, дальше можно говорить о каких-то других подходах. Но, мне кажется, теоретически, и, соответственно, вот из теории вытекает практика, из теории проблемного обучения, создание проблемных ситуаций, создание ситуаций парадоксов, создание ситуаций, когда требуется использовать контрпример, создание ситуаций удивления, да, то есть мышление, ведь оно как-то включается, когда создаётся такая ситуация. Очень просто сказать, допустим, бейте, ну, скажем, в качестве примера, на ноль делить нельзя. Вот есть такое правило математики, да? А ведь можно их подвести через создание проблемной ситуации. Допустим, использовать софизм, где в результате сокращение на выражение эквивалентное нулю, ты получаешь какой-нибудь абсурд. И тем самым подвести ребёнка к пониманию не просто, что этого делать нельзя, а понять, что это правило не просто так придумано математиками. Ты можешь либо получить абсурд, ты можешь потерять корни, когда ты будешь решать уравнение. То есть, наверное, вот прошлое ответ, и спасибо вам, что вы задали этот вопрос в память о Мирзисмаловиче Махмутове, попытаться создавать проблемные ситуации на уроке. Спасибо за ответ. Спасибо вам. Хайлов Игорь, студент четвёртого курса Института математики и механики. Вопрос такой. Какие новые методы и открытия имеются в когнитивно-визуальном подходе к обучению математики? В когнитивно-визуальном? Да. В сходе к обучению математики сделаны нашими отечественными учёными. Отечественными учёными. Вы знаете, я проблемой когнитивной визуализации… Здесь есть интернет, да? Интернет? Знаю. Нету? Чего же вы не пропустите. Я занимался в структуре своей докторской по проблемно-модульному обучению, и там при использовании дидактической концепции инженерии знаний я использовал когнитивную визуализацию как один из путей инженерии знаний. В 1997-м перед отъездом в Казани вышла книжечка «Визуальная математика», где были представлены визуальные варианты решения задач, доказательства, теорем. И когда я хотел попробовать выйти в интернет на свою страничку, и когда я переехал в Техасский университет, то вместе со студентом-дизайнером мы разработали страничку визуальной математики. И вот на этом, в принципе, мой прямой интерес к этой проблеме, я не знаю, бывает такое, остыл. То есть вот в память осталась визуальная страничка по визуальной математике. И вот так, чтобы ответить прямо на вас вопрос, какие исследования или какие, допустим, достижения отечественных ученых в этой области, я, наверное, затрудняюсь сказать. И буду откровенен, надо, наверное, мне посмотреть, есть ли исследования, и кто этим занимается. Или, может быть, кто-то из вас подскажет, я бы с удовольствием смотрел, развивается ли эта тема дальше. Наверное, устали? Я маленько уже устаю. Еще нет. В 2013 году принята у нас в России концепция развития математического образования. Вот там есть интересный такой вопрос, фраза вернее, да, и утверждение, что нет неспособных детей к математике. Вот как бы вы прокомментировали вот это утверждение? Согласны ли вы с ним? Или у вас есть какое-то свое... А, уже все, да? Уже ясно? Я согласен, я полностью согласен с утверждением, что нет неспособных детей к математике. Ну, когда вот ученик, допустим, ребенок, он не играет на скрипке, да? То есть не играет и все, да? Но его никто за это не осуждает. У него нет способностей к игре. Но математика вот такой же тоже может, наверное, случиться. Как вы думаете? Ну, еще здесь есть же элемент... Допустим, я не играю на скрипке. И если нашелся бы педагог, который во мне пробудил это желание, может быть, я и заиграл. То есть я просто перевожу, как бы, вопрос в сторону, а может ли каждый хотя бы научиться чему-то, ну, не математике, а, допустим, игре на скрипке или чему-то еще. Ну, наверное, вот по своей природе дети, правы те, кто говорят, что дети способны, просто надо создать условия. Вот, наверное, в этом отношении очень демократична теория множественности интеллекта Говарда Гарднера. Он выделяет... Сначала было семь типов интеллекта, потом добавились еще. Но там идея такая очень демократичная, что все мы, в принципе, способны. Надо создать условия. Естественно, условия могут быть созданы таким образом, что мои способности раскроются вот в этом направлении, а способности кого-то другого раскроются в этом направлении. Но я считаю, что неспособных детей нет в природе. В таком случае это наш благ для участия в тематике. Еще вопросы? Можно? Вот вы, а потом вы. Хорошо? Агентинана, Санкт-Петербург. Подскажите, пожалуйста, вот мы сейчас поговорили об отрицательном опыте, который мы перенимаем из Америки, в том числе и стандартизация, ЕГЭ и так далее. Первое – это зачем мы это делаем, зачем мы перенимаем, если мы видим по табличке, что в 1944 году у нас были отличные результаты, а сейчас результаты международного исследования показывают, что Россия далеко не на первом месте, а где-то на очень низких позициях. Это первое. Второе – а может быть, все-таки, что можно положительного у вас принять из опыта к нам, ну, в частности, в математическое образование? Хороший вопрос. Вы знаете, вот школа, у школы задача гораздо шире, чем просто готовить к тесту. Да, ну, это банально звучит, но мне кажется, что миссия образования, вот иногда, глядя, посещая школы, глядя на свою дочку и на детей в школе, да, мне нравится в американской школе вот этот уровень социализации личности. То есть я видел, как… Хотя было очень сложно, потому что мы переезжали, сначала уехали из Казани, работали в Огайо, потом из Огайо переехали в Аль-Пасу, и каждый раз дочке было очень сложно заводить, терять друзей, которых она уже завела, и заводить новых друзей. Но вот среда американской школы, она достаточно такая гибкая, где ребёнок неплохо социализировался, и мне показалось, что ребятки достаточно при всём при том, хотя дети, везде дети, но они обучаются, они получают в школе какой-то набор вот таких умений, которые их делают хорошими гражданами страны, да. Даже простые наблюдения, допустим, но здесь не только роль школы, не только роль системы образования, а роль семьи, роль церкви, да. И я иногда наблюдаю, вот, допустим, в большинстве случаев, всегда опасаюсь об общении, в большинстве случаев американский ребёнок подождёт, пока не загорится зелёный светофор, он не перейдёт дорогу на красный, ну, не перейдёт просто, он будет ждать. Вот я, когда, допустим, приезжаю в Россию, и я рад, что сейчас вот штрафуют за нарушение правил даже на этих пешеходных, но ведь надо научиться соблюдать простейшие правила, да. Вот ребёнок, мне кажется, в американской школе попадает в такие условия, когда вот эти вещи, они как-то формируются, потихонечку, потихонечку, потихонечку формируются. Вот это, наверное, можно перенять, если, допустим, подумать, как вот формировать в ребёнке закон о послушании. Такого предмета у нас нет. Но как-то вот это формируется. А мы зачем принимаем? А это уже вопрос, наверное, не ко мне. Я даже не знаю, как на него ответить. Второе, наверное, вы знаете, всё-таки мы говорим о математике, об интеллектуальном бренде. Вы знаете, вот, ну, давайте я вернусь ещё к одной табличке, может быть, она как-то вот поможет ещё более количественно ответить на ваш вопрос. Вот смотрите, что происходит. Вот давайте посмотрим на финансовую сторону вопроса. И я попытаюсь как бы вывести на одно очень интересное наблюдение. Вот в этой табличке представлен фрагмент всего лишь, да, фрагмент расходов на науку и на образование пяти стран. Я просто решил выбрать эти страны. И наглядно видно, что, допустим, Россия отстаёт от Дании, Израиля, Кореи, США и там, и там. То есть расходы на науку 1,3% от валового внутреннего продукта, в то время как, допустим, в Израиле 4,2%, а в США 2,8%. Расходы на образование в процентах от внутреннего валового продукта в России 4,6%, по данным немножко, да, 13-й и 11-й год. В то время как в той же Дании 7,9%, в Соединенных Штатах 5,9%. Ну то есть посмотрите, вот, наверное, возвращаясь к примеру с закона послушания, да, вот вообще воспитание гражданина. Вот что, как образование может повлиять на это, и что в итоге мы получаем, да. Когда я посмотрел ещё на один индекс, на индекс качества жизни, есть такой индекс, и те же, по тем же сторонам, данные на расходы на науку, расходы на образование, и индекс качества жизни. Слышали о таком индексе, да? И вот посмотрите опять, Дания 7,8% в шкале, 10 максимум, Израиль 6,5%, Корея 6,9%, Россия 4,8% и Ша 7,6%. Ну что интересно, вот простейший корреляционный анализ показывает, что статистически значимые корреляции в том или другом случае, то есть, может быть, где-то мы пускаем, мы не видим слона в комнате, то есть, мы пускаем какие-то вещи, которые вот нам бы помогли жить лучше, потому что в итоге, ну ради чего надо делать образование хорошим, ради чего надо поддерживать науку? Ради того, чтобы хорошо жить. Может быть, вот об этом надо подумать и подумать о том, как это, как это, ну это уже политика скорее, чем просто наше свое дело. в том, что если повысить, например, зарплату учителю, это не изменит качество... Речь не только о зарплате идет. Речь не только о зарплате, а здесь идет речь об общей системе поддержки образования. Да, сегодня мы были в лицее инженерном, и вот на инициативе директора, на инициативе преподавателя, они построили такой замечательный комплекс, да, где еще человеческий фактор играет. И второй момент, они смогли консолидировать ресурсы. И здание, которое было, ну уже вот его надо было только взять да разрушить, они сделали конфетку, школу. И когда мы говорили о том, я сразу говорю о ресурсе, кто вас поддерживает, значит, там было два источника, и в том числе и муниципальная поддержка была, и поддержка района. То есть это расходы на образование, это не зарплата, и не только зарплата. Вот вы хотели задать вопрос. Здравствуйте, Мурат Аширович. Мы узнаем, что вы занимаетесь дистанционно при подготовке учителей в Техасском университете. Вот вопрос, насколько этот метод эффективнее аудиторного? Используется ли дистанционное обучение в школах США? И возможен ли переход к формату дистанционного либо дистанционно-аудиторного обучения вообще в школах? Спасибо. Ну это уже делается, это делается. Я, да, действительно занимаюсь этой проблемой, и более того, что в 2013 году вышла книжечка, опубликованная Институтом по информационным технологиям, ЮНЕСКО, которая размещается в Москве. Книжечка на английском языке, она называется Engineering of Learning, инженерия учения. Сначала я был скептиком. У нас в университете стали разрабатывать дистанционные курсы, где-то интенсивно, может быть, четвертый, пятый год, и сейчас, допустим, половина программы на каждой подготовке учителей у нас переведены на дистанционный формат. Я был скептиком, потому что мне казалось, что подготовить учителя через дистанционные курсы очень сложно, то есть надо же смоделировать, надо с ними создать ситуации, которые бы они могли проиграть, допустим, на практике и так далее. И первоначально я попросил завкафедры дать мне возможность сделать гибридный курс. Что такое гибридный курс? То есть это то, что вы назвали дистанционный и традиционный. Я посмотрел, да, в гибридном курсе, причем попросил их поставить две секции одного и того же курса, где я мог вести традиционный курс и вести вот этот гибридный. И мне показалось, что, в принципе, дистанционная часть гибридного курса она не вредит. На следующий семестр я попросил мне поставить две секции, одну гибридную, а одну уже полностью дистанционную. И к своему удивлению обнаружил, что дистанционный курс, если его правильно построить, он, в принципе, тоже может работать. Но здесь опять надо думать о том, что всегда есть случаи, когда человек может недобросовестно разработать дистанционный курс. Просто вот скопировать главы учебника, скопировать тесты с выбором ответов, и в итоге дистанционный курс превращается в профанацию. А если подойти с элементами творчества, о которых мы говорили, то можно сделать курс неплохой. И там надо продумать, как использовать варианты моделирования, допустим, через использование в виде фрагментов. Что я и делаю. То есть есть, если опять-таки подходить к инженерии учения, учитывая все элементы и элементы проектирования, содержания этого курса, элементы каких-то дискуссий, элементы синхронного, допустим, обсуждения, и элемент оценки продумать таким образом, чтобы студент был вовлечен не просто один формат тест с выбором ответов, а продумать. Есть много других форматов, да? То тогда получается, что можно работать, по крайней мере, я себя убедил в том, что можно работать в дистанционном режиме и работать неплохо. И вот в этой книжечке, которую я упомянул, мне показалось, что надо просто перестроить мышление тех, кто разрабатывает и ведет дистанционные курсы. Сделать действительно качественный дистанционный курс и провести его эффективно можно, если я поменяю свое мышление от преподавания к учению. То есть я должен выстраивать траекторию движения индивидуального ученика или студента, если получится, по вот этой дистанционной программе. Вот это я называю инженерией учения. То есть я уже не преподаватель, я инженер вот этой среды учебной. И когда проектирую, и когда веду курс. И в школах опять-таки та же самая ситуация, есть так называемые virtual schools, виртуальные школы. Вот там у них, видите, подход очень интересный. Виртуальные школы создаются еще как очень много, и причем это право за родительным законодательством прописано, вы можете своего ребенка обучать дома. К вам могут приходить учителя, которые специально это делают. Ну, может быть, ребенок болен, или, может быть, ребенок не может ходить. И вот эти как бы случаи, они как раз и собирают ребятишек, которые обучаются в виртуальной школе. И вот для них, конечно, наряду с традиционным приходит учитель, есть и дистанционные занятия. Выбирается оболочка, learning management system, закладываются курсы, и ребенок это делает уже дома. Но, если хотелось бы уточнить, то есть это в каких-то определенных ситуациях происходит, если ребенок не может, либо по желанию, это тоже возможно? И по желанию возможно. То есть, если родитель считает, что ребенок будет более успешно учиться, но который может ходить, который здоров вполне, да, но он выбирает эту опцию, что я хочу, чтобы мой ребенок учился в виртуальной школе. Пожалуйста. Ты будешь выполнять те же самые тесты сдавать, и так далее, и на тебя будут распространяться все те же самые права и обязанности учеников обычной школы, но ты будешь учиться вот в этой виртуальной школе. Выбор такой есть. Пожалуйста, еще вопросы. Я уже просыпаюсь, кстати, по времени Эль-Паса уже 10 часов утра, я уже проснулся. И ваши вопросы, кстати, меня хорошо привели немножко в состоянии не сомнамбулы под этим джетлагом, потому что в начале встречи я это чувствовал очень сильно. Это действительно болезнь. Вот происходит торможение всех процессов. Я ведь летел Эль-Паса-Даллас полтора часа, Даллас-Лондон 9 часов, Лондон-Москва еще 3 часа с копейками, потом, значит, из Москвы я решил на поезде, потому что уже не могу лететь. Но, тем не менее, вот этот перелет и дорога плюс разница во времени мой организм сейчас находится как раз в переходе. Он начал понимать, что да, вот здесь вот уже вечер, несмотря на то, что в Эль-Пасу там, но я перебил вас. Давайте вопрос. Да, девушка, вы. Спасибо. Мурат Аширович, у меня такой вопрос, он, наверное, из области как оставаться справедливым учителем. В своем методическом пособии «Гибкая технология проблемно-моднодленного обучения» вы говорите о том, что контроль знаний на основе традиционного системы обучения устарел. Я с вами не соглашусь до конца, поясню почему. Конечно, знания должны оцениваться, ну, оценка должна вводиться на основе знаний учащихся. Но в таком случае учитель должен перед каждым уроком в течение какого-то раздела или для каждого класса придумывать свои критерии. И это не совсем удобно. Может быть, можно выделить какие-то главные или основные принципы оценивания или типичные критерии. Такой вопрос. Мне приятно, что будучи студенткой вы знакомы с моей работой, это очень приятно. Вот я, может быть, уточню вопрос, потому что в технологии проблемно-модульного обучения, поскольку система оценивания как бы коррелирует с составляющими этой технологии, это проблемное обучение, модульное обучение, инженерия знаний, то, соответственно, вот этой тройке я предлагал систему оценки строить на компонентах мобильности знания. То есть знание нужно, я поступил бы глупо, если бы отрицал в системе оценки важность знания. Но знание должно быть мобильным, да? Второй компонент проблемного обучения у меня в структуре оценки идет на критичность мышления и инженерия знаний работает на гибкость метода, да? То есть вместо вот традиционных знаний, умений и навыков, вот я предлагал как бы в системе оценки делать упор на мобильное знание, критичное мышление и гибкость метода, метода учебно-познавательной деятельности. Наверное, вот часть вопросов, ваших вопросов снимает подход стандартов. Мы все-таки зависим от стандартов, да? Потому что государство, условно скажем, финансирует систему образования и задает свои параметры, которые отражены в стандартах. И вот эти стандарты в той или иной степени они как-то наводят порядок и в системе оценки и того, что мы оцениваем. Наверное, вам не стоит бояться того, что вот в технологии проблемно-модульного обучения немножко акцент смещён на вот эти три категории, потому что эти категории в принципе отражают какие-то моменты и в стандартах. То есть я такой сложности там не вижу. Но то, что оценивание должно затрагивать и элементы знания, и элементы мышления, и элементы гипотези метода, это вот особенность той технологии, которая была разработана мной. Спасибо. А можно тогда уточнить вопрос как раз студентки моей? Скажите, пожалуйста, но в этом случае вот современный подход в ГОС, ну вы, наверное, наверняка знакомы с нашим ГОСом, он тогда получается достаточно... Не знакомы с нашим ГОСом? Но ведь у нас компетентностный подход, и получается там система оценивает через систему оценки компетенции школьников умений, как у нас универсальное учебное действие, вот получается он все-таки коррелируется с тем, что вы сейчас говорите, и получается в какой-то мере коррелируется с кодификаторами ответов ЕГЭ, там тоже оценивание идет по кодификатору умений, получается, а не по только знаниям, умениям, навыкам. То есть именно умеет делать это, умеет делать так-то, и задачи даются разного уровня, то есть получается все-таки стандарты отвечают тому, что вы говорите педагогически. Да, в конце ответа на вопрос студента я как раз и хотел, то есть вот эти элементы в системе оценки в технологии проблемного модульного обучения, они как бы задают векторы, да, на что обращать внимание, а уже в стандартах можно как бы сгруппировывать или каким-то образом находить те, как вы назвали компетенциями, которые будут работать на гибкость метода, на мобильные знания, то есть это друг другу не противоречит. Еще вопросы, пожалуйста. Можно? Пожалуйста. Марата Широидович, здравствуйте, меня зовут Анастасия, студентка 4 курса. Я бы вот, возвращаясь к вопросу о проблемно-модульном обучении, мне бы хотелось узнать, каковы результаты применения данной технологии? Вы хотите, чтобы я вспомнил результаты, опубликованные в 96-м году в моей докторской диссертации? Это будет очень сложно. Но результаты получились статически значимыми, потому что я проводил формирующий эксперимент с использованием модулей в учебном процессе и традиционное обучение без использования. Я их называл проблемные модули. И таблички у меня с собой нет, к сожалению, но анализ показал, что проблемные модули в плане не только структурирования содержания, но и подбора методов форм и системы оценки, они дали, повторюсь, статически значимые результаты по сравнению с традиционной группой, которую я использовал в своем эксперименте. И может быть я завяжу вот еще ответ на ваш вопрос, на один из предыдущих вопросов. В принципе, вот в 96-м году, когда я защищал диссертацию, я не предполагал, что модульное обучение найдет такое хорошее применение в системе вот что такое Moodle. Moodle — это Learning Management System, которое используется в диссертационном обучении. Мне кажется, она используется в Казанском федеральном. если расшифровать Moodle, то это что такое? Это Modular Object Oriented Distance Learning Environment. То есть модульное обучение в Moodle является как бы заглавным элементом структурирования содержания в подборе формы и методов. И мне приятно, что этот подход нашел вот такое применение. Так что результаты были положительные. АПЛОДИВНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...